друзья всем привет в этом видео я вам расскажу как же работать в фотошопе с цветовым профилем открываете изображение которое вам нужно для печати далее идете файл печать у меня драйвер принтера для epson l1800 я знаю что у вас очень много планшетных принтеров на базе этого принтера поэтому буду показывать на этом примере значит идем в параметры печати здесь открываем формата 4 внимание всем собственников собственником этого принтера при удаленном подключении когда я подключаюсь и показывал подключался и показывал как грамотно и что нужно ставить какие настройки возникала проблема по замятию бумаги опытным путем выяснилось что замятие бумаги происходит потому что принтер конкретно ваши планшетные принтера не все печатают без полей вот поэтому если у вас при печати принтер выдает ошибку о замятии бумаги то скорее всего конструктивно он сделан таким образом что он не может печатать без полей поэтому вот эту галочку убирайте еще я рекомендую сразу печатать не на вот этом типе бумаги а на каком-нибудь посерьезней потому как принтер льет больше чернил и плотность заливки гораздо больше далее здесь цветной цветной это не важно ну в смысле не важно это оставляем как есть многостраничность выключить копии соответственно если вам нужно не нужно вот тут внимание галочка по умолчанию не стоит я всегда ставлю эту галочку и получается такой вот такого плана предпросмотр чуть позже еще расскажу более подробно далее идем в дополнительные настройки драйвера здесь соответственно формат точно такой же который вы и задали здесь в первой вкладке бумага на выходе аналогичная размеру уменьшить увеличить ничего не надо по умолчанию вот здесь стоит цветокоррекция автоматически мы переходим в раздел переключаем переключаем радио батон в раздеть в режим настройка появляется активная кнопка расширенная открываем ее и внимание вот здесь выбираем либо и cm либо без выравнивания цветов вы можете проэкспериментировать и вы увидите что принтер печатает хоть на этом режиме хоть на этом режиме одинаково правильно я всегда ставлю на без выравнивания цветов нажимаю кнопку ok что означает вот эта галочка высокая скорость принтер печатает в два прохода смотрите если вам нужно прям мега круто и точно напечатать залить какой-то участок то можно высокую скорость убрать тогда каретка будет идти в одну сторону ипечатать во вторую сторону обратно возвращаться она будет без печати то есть по сути принтера будет работать в одну сторону то есть в эту сторону Печатает в эту возвращается печатает возвращается печатает возвращается если мы оставляем галочку высокая скорость то он печатает в две стороны две стороны работы каретки то есть и в эту и в эту сторону сюда 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 вот поэтому высокая скорость реально печатает чуть быстрее вот еще момент говорят что на высокой скорости немного не точные линии при печати и ну не так не так точно не так сочно не так красиво печатает по своему роду деятельности из своей практике я хочу сказать что 95 процентов моих клиентов печатают с вот этой галочкой это действительно экономит время и в принципе большой разницы я не вижу между высокой скоростью и и обычной скоростью поэтому всегда включаю галочку высокая скорость нажимаем ok видим окно предпросмотра вернее не так видим окно настройки печати photoshop драйвере принтера мы все установили правильно теперь здесь управление цветом по умолчанию у вас стоит управление цветом управляет принтер и так нужно было делать для печати мишеней сейчас вы ставите цветом управляет photoshop и получаете доступ ко всем профилям которые установлены у вас в системе значит у меня здесь их очень много вот есть профили для видео они тоже отображаются есть профили ну вот допустим николай таганрог сахар а написанный профиль вот на нем и будем экспериментировать выбираем его здесь обычная печать метод рендеринга относительно калориметрический перцепционный насыщенность абсолютный калориметрический и компенсация точки черного из всех установок которые доступны из всех настроек вам поиграться нужно поиграться в хорошем смысле вот в этих настройках то есть обычную печать мы оставляем и пробуем распечатывать на различных режимах рендеринга методов из моей практики очень хорошо работает перцепционный с компенсацией точки черного в принципе вы можете выбрать любого плана рендеринг и посмотреть разницу скорее всего разница будет минимально но тем не менее далее все как обычно можете двигать куда угодно его тут собственно никаких запретов и проблем двигаемся дальше нажимаем кнопку печать у меня сейчас не соединен этот принтер он настроен удаленно ну вот вот даст теперь стал доступен предпросмотр то о чем я говорил я вернусь да вот я вернулся с этим предпросмотром и что мы видим смотрите по факту чтобы принтер нам выдал вот такого плана картинку вот такого мы должны напечатать вот такого плана картинку в принципе это вот та кнопочка которая просмотр до дополнительной в драйвере принтера о которой я говорил я всегда пользуюсь этой кнопочкой тогда видно что я сделал все правильно все установки поставлены правильно если изображение отличается да здесь и здесь